Он был другом Маяковского, соседом Мандельштама и выдал хит для Утесова «Песню у Черного моря». И что бы он ни писал, выходило уж слишком по-еврейски. Шалом, с вами Лена Мулзак и сегодня герой выпуска практически забытый ныне советский поэт. Семен Кирсанов, настоящее имя которого было Самуил Корчик. Он родился в Одессе в семье еврея-закройщиков в 1906 году. Самуил Корчик начал писать стихи в возрасте 15 лет. Через год он уже посещал собрание одесского коллектива поэтов. Настоящим прорывом для него стал патронаж Владимира Маяковского. Тот оценил творчество молодого одессита, привез его в Москву и пробивал публикации. И часто звал выступать вместе. Маяковскому нравилось, как они выглядят вдвоем на сцене, вспоминал Михаил Гаспаров. Маяковский огромный, бритый на лысо глыба, а Кирсанов неожиданно маленький, с модной челкой и всегда при галстуке. Ну, такой эстет. Псевдоним Кирсанов Самуил использовал уже тогда. Он и имя свое переделал и стал Семеном, а не Самуилом. Рядом с Маяковским ему хотелось выглядеть и звучать мощнее по-пролетарски, по-советски. О своем переезде в Москву в 1925 году Кирсанов оставил иронические строки. Тепло принят, начинаю печататься в прессе, живу плохо, голодаю, сплю под кремлевской стеной на скамье. Приезжает из Америки Маяковский, дела улучшаются, пишем вместе. Лиля Брик вспоминала, что Маяковскому так нравились стихи Кирсанова, что тот постоянно их мурлыкал. Энергичный одессит быстро стал известен в столице. Он писал произведения с названиями вроде «Пятилетка» или «Разговор с Дмитрием Фурмановым», то есть автором Чапаева. Советизирует себя в духе Маяковского, скажут позже. Но вместе с тем Кирсанову никак не удается ускользнуть от корней, спрятать это усвоенное на еврейских окраинах чувство слова, южный одесский стиль. Не на руку Кирсанову играл и его образ жизни, как сейчас сказали бы богемный, с вечеринками и кутежами. В 1934 году поэт вместе с женой переехал на Гоголевский бульвар, где стал соседом Осипа Мандельштама. Анна Ахматова со злости вспоминала, когда арестовывали Мандельштама, за стеной Кирсанова играла гавайская гитара. Этот образ веселящегося баловня судьбы в то время, как уводят в тюрьму его коллегу-поэта, позже растиражировал и Александр Галич. Все в доме знали, что Кирсанов и Мандельштам дружат, по ночам иногда читают друг другу стихи. Говорили также, что финансово успешный Кирсанов помогает Мандельштаму деньгами и носит ему еду. В Великую Отечественную войну Семен Кирсанов, успевший жениться во второй раз, встретил в Риге и долго не мог выбраться из города. Поезд, на который взяли билеты перед посадкой пассажиров, разбомбили немецкие бомбардировщики. Добравшись наконец до столицы, Кирсанов пошел работать в окна ТАСС. И вот сразу же обвинили, что эстет пытается отсидеться в теплом местечке. И вновь пришлось доказывать, что он свой, советский. Уже в июне 1941 года Семен Кирсанов, как военкор, писал с передовой из Новгорода, потом работал под Гомелем. Ездил в Севастополь, попал в окружение, дважды был контужен. Вскоре стал писать свой военный цикл «Заветное слово русского бывалого солдата». При других обстоятельствах эта поэма могла бы получить популярность не меньшую, чем Василий Теркин, Твардовского. Отрывки из нее ходили по всем фронтам, их печатали в газетах, на листовках, переписывали от руки. Но вместо этого Кирсанову вновь пришлось отбиваться от критики. Кирсанова активно продолжали печатать и после войны. Его представляли к наградам, но даже в этом критики видели часто не талант поэта, а былые заслуги. Ну, в первую очередь, его близость к Маяковскому, который уже стал одной из главных советских икон. Кирсанов отвечал рифмой. В 1951 году он написал для Леонида Утесова песню «У Черного моря». Его распевала вся страна, а позже она едва не стала официальным гимном Одессы. А еще Кирсанов в те времена опекает молодых поэтов, как когда-то его опекал Маяковский. Дает рекомендации Евгению Евтушенко, читает тетради стихов, которые шлют ему на дом со всего Советского Союза. И честно старается отвечать авторам, даже если их стихи плохие. Но вот отмыться от эстетического клейма нелегко. И, возможно, уже и не нужно. В последние годы Кирсанов с иронией называет сам себя циркачом стиха. Он завсегдатый роскошного ресторана в Центральном доме литераторов, владелец дачи в Переделкино, участник зарубежных командировок. Он даже женился в третий раз совсем не по-советски, в 54 года. В середине 60-х у поэта обнаружили рак горла. Поэт боролся с болезнью много лет, проходил операции, курсы лечевой терапии. И, наконец, как тот солдат из Фомы Смыслова выстрелил пронзительным сборником стихов больничная тетрадь. Эта книга стала его завещанием. Кирсанов умер в 1972 году. Но даже тогда литературоведы сказали, что нельзя писать о смерти так, как он. Игриво, как бы с усмешкой. Кирсанов уже в небытие глядел, но так и не смог отказаться от словесного жонглирования, сказал тогда советский критик Сергей Наровчатов. И процитировал стих, которые привели его в особенное раздражение. Время тянется и тянется, люди смерти не хотят. С тихим смехом навсегдатница, никуда реки летят. Так-то, возможно, это и лучшие строки, что вообще были в русской поэзии. На этом все. С вами была Лена Молзак. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся ровно через неделю.